Всем привет, мои хорошие! С вами Кеймили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. И сегодня у нас с вами роллы. Причем запеченные мои самые-самые любимые. Здесь с креветкой, здесь с крабовой палочкой и еще вот такие вот. Просто обожаю. Это, кстати, самые любимые. Даже не знаю, как называется, хотя миллион раз покупала. Две пары палочек мне положили. И сегодня встала, пошла на работу. Сделала кучу дел по дому. Когда мамы нету, я понимаю, что я сама все равно должна это все делать. И как-то, знаете, у меня появляется вдохновение что-то делать, убираться. Еще тем более сегодня должен приехать моя папулечка, по которым я очень сильно соскучилась. Жалко, что без брата пока что, но я вижу, что все пишут, что всем понравился голос моего брата. Ему реально настолько приятно. Что просто по голосу он вам понравился. Я даже задумываюсь о том, что выложить в свой инстаграм его фотографии, потому что всем настолько интересно. Обожаю вот эти скребетки. Они просто настолько вкусные. А еще есть вот такие вот. Я видела, кстати, на странице у Tokyo Sushi, как готовятся вообще такие. Берут такой штукой, как газ. И сверху вот так вот жарят. Этот сыр, вот эта вот шапочка. Обожаю вообще роллы с шапочкой. Этот вкус... Ой-ой. Этот вкус это нечто. Еще, кстати, я перебирала вопросы, которые вчера вы задавали в инстаграме. Вчера я ставила пост, потом скриню. И потихоньку уже на протяжении где-то недели отвечаю на ваши вопросы. Ох, уже столько выпила. Это апельсиновый. В общем, как-то так. И там был вопрос касательно моего отца. Было ли такое, что он поднимал на меня руку. И как-то вообще считая, что это нормально или нет, когда отец поднимает руку на дочку. На самом деле, моего брата частенько так поглаживали, так скажем. За его косяки. Но меня папа никогда не бил. Вы знаете, я никогда не давала повод. То есть я всегда была очень послушным ребенком. Примерным даже ребенком, я бы сказала. И повода поднимать на меня руку совершенно не было. Я думаю, что я съем все. Просто настолько вкусно. Мой отец, я вам рассказывала, когда я должна была родиться. Был конкретно расстроен, что у него будет дочь. Он мечтал, что второй ребенок. В семье это тоже должен быть мальчик. И у него два таких пацана. Два носителя фамилии. Вообще на Кавказе как бы очень радуются, когда рождается мальчик. Ну, во всяком случае, раньше так было. Сейчас уже не особо. А сейчас папа очень рад, что у него есть я. Имбиря как-то маловато. Хочется побольше. Вроде у меня в холодильнике должен быть имбирь. С прошлого раза. Я один раз заказывала роллы и даже не снимала. И кроме меня никто не кушает роллы. Что за несправедливость. Мне, например, хочется заказать какой-то большой сет. Потому что, когда заказываешь большой сет, получается дешевле. А получается, что максимум сколько штук я съем? 30-35. Максимум 40. Но все остальное остается же. А мне еще другие мугванки надо снимать. И все-таки, знаете, я пробовала завтрак, обед и ужин роллы. И это все-таки не то. Прикольнее, когда в неделю один раз ты себе позволяешь. Так, как будто вкус другой. Не могу это объяснить даже. У меня, например, бабушка не то, что роллы не кушает. Она ничего не ест. Что она не видела собственными глазами, как готовится. Например, майонез, кетчуп. Она не кушает это все. И она поражается, как я могу кушать то, что я не знаю, как приготовлено, где и кем. То есть, дело даже не в том, что, знаете, как-то не чисто приготовили. Не по санитарным нормам, например. Нет, дело даже не в этом. Она вот не ест все это и считает, что так для здоровья лучше. И вы знаете, ей уже под 90. И она замечательно себя чувствует. Мне кажется, это в какой-то степени связано как раз таки с тем, что она вот всегда так правильно питается. Свежий воздух, всю жизнь в деревне жила. Постоянно физический труд, который, ну это тоже как спорт. И даже сейчас она хочет гулять. Сейчас просто она немножко плохо видит, поэтому на солнце она не любит выходить. Но просто иногда просит, чтобы я ее спустила по лестнице и подняла. Просто как спорт. И я честно смотрю на нее и вдохновляюсь. Ребята, как это вкусно! Просто очень вкусно! Давайте вот эти вот с крабовыми палочками вот так вот покажу вам, чтобы фокус был. Я забыла, кстати, попросить их, чтобы не поливали вот этим острым соусом. Обычно я всегда прошу, чтобы не поливали. Как же вкусно, ребята! Вчера вот никого не было дома. И мы с бабушкой сидели и сплесничали от Тома Сем. Ой, да, как остро! И очень извиняюсь за свои волосы. Просто они у меня не высохли. Я как только пришла домой, сразу искупалась. Не успела высушить голову, как уже роллы привезли мне. Я либо должна была сидеть и сушить свои волосы, а роллы тем временем остыли бы. Либо сидеть вот с такими вот волосами. В общем, мы с бабушкой сидели и сплесничали. Она рассказывала про свою молодость и вообще про какие-то моменты в жизни, про сложности и такое. Вот я не понимаю, не знаю, подростков, которые говорят, а, бабуля, достала она, да. Я не понимаю таких подростков. И вообще бабушка — это человек, я не знаю, на меня, человек, который прожил намного больше, чем мы с вами. И она может поделиться своим опытом и что-то умное вам посоветовать или рассказать. Я обожаю ее рассказы. Она рассказывала очень много. Про покойного моего дедушку, как они жили, как у нее был молодой человек, и ее насильно выдали замуж за моего деда. Все времена так было. Не было права выбора. Вот за кого тебя выдали родители, за того ты и должна пойти замуж и всю жизнь прожить. И все. Непонятно, какого он характера человек. И так прикольно, что бабушка все это рассказывает. И вообще даже не стесняется, что, ой, как я про это расскажу, это слишком лично и так далее. Она рассказывала, что ее молодой человек поехал учиться в Баку. Вот, в Айзи, в Нефтяную Академию поступил. А ее тем временем выдали замуж. Вот так вот. Это у нас сейчас WhatsApp. Телефон взял, позвонил. Объяснил ситуацию. А тогда нет. Написал письмо и сидит, жди там полгода где-то. За эти полгода тебя уже выдали замуж, ты уже родила ребенка. Ты говоришь, любимый, спаси меня, а он уже опоздал. У меня брат всегда говорит, что... Айка говорит, я всегда смотрю твои видео, и всегда ты все роллы хвалишь. В этот раз я решила, что... Нет, действительно, если будет невкусно, я буду говорить, что невкусно, ой, ужас и так далее. Но, блин, ребята, ни разу такого не было, что... Я заказала роллы, и они совершенно невкусные. Потому что состав один и тот же. И как можно сказать, что невкусные, если действительно вкусные? Это же... Это грех просто. Роллы на меня обидятся. Имбирь закончился. Вы заметили другую дощечку? Я подумала, что роллы, они темные, и еще на темные дощечки будет как-то не очень смотреться. Поэтому решила вот. И вот, кстати, опять же, подобный вопрос. Вот Лена Ленина, 222. Нет, 2222. Леночка передает тебе огромный привет. И она пишет, ты ругалась с отцом? Если да, то скажи. Родители на тебя поднимали руку. Нет. Я опять же ответила на этот вопрос. И с отцом вообще могу отметить, что... У нас вообще полное взаимопонимание. В том плане, что... Мы очень похожие люди с ним. То есть, нету такого, что он что-то сделает. И я думаю, нафига он это сделал? Или я, например. Он всегда во всех начинаниях меня поддерживает. И это очень круто. Когда ты что-то начинаешь, например, да? Родители тебе наоборот говорят, да зачем тебе это надо? Иди учиться. Все равно ничего не получится. И так далее. Это то же самое, знаете, что... У нас был один одногруппник. И он придумал супер такую идею бизнеса. И ходил, рассказывал про эту идею. Его родители его не поддержали в плане финансов. В то время он сильно был от них зависим. И его родители ему сказали. Ой, да ничего не получится. Не морочь себе голову. Не занимайся ерундой. И просто эту же идею воплотил в жизнь другой наш одногруппник. Не совсем одногруппник. На курс выше нас учился парень. Я не знаю, рассказывал ли он тоже про свои идеи ему. Но так получилось, что у него все очень хорошо пошло. А идея-то была этого одногруппника. Поэтому нужно, прежде всего, поддерживать своих детей в их начинаниях. Осталось всего три штучки. Я думаю, что с легкостью я их скушаю. Музыка. Музыка. Я элементарно, когда в универ поступала, И вот маме говорила, может мне поступить в авиацию или в экономический, или вообще в нефтяную академию. Мне мама говорила, знаешь, что говорит? Вот как ты считаешь нужным, так и делай. Я бы, конечно, хотела, мама сказала, чтобы ты была бы врачом или учительницей. Но выбор, опять же, за тобой. Музыка. Музыка. И за это, если честно, я благодарна. Потому что, когда ты сам, например, допускаешь ошибку, ты это воспринимаешь как норма. А когда кто-то тебя заставил, например, поступить, например, на педагога, и ты потом мучаешься с этой профессией, ты постоянно начинаешь обвинять своих родителей. Вот это вы заставили меня. Огромное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мне будет безумно приятно. Сегодня на канале будет только одно видео. Так что увидимся завтра. Пока.